Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Столетию Карачаева Черкесии готовится к изданию книга. О подготовке к этому событию говорили на совещании в правительстве. Как работает служба медицинского обеспечения Росгвардии? Об этом в нашей постоянной рубрике «В гостях у Росгвардии». Эти специалисты востребованы на рынке труда. Им предлагают высокую заработную плату. Выпускной у волшебников вкусной еды. В Доме правительства прошло рабочее совещание под председательством министра по делам национальности и массовым коммуникациям и печати Альберта Кумукова, посвященное вопросам подготовки к изданию книги к столетию Карачаева Черкесии в 2022 году. В юбилейном издании будет отражена вековая история развития Карачаева Черкесии. Особое место будет уделено биографиям выдающихся людей республики, а также периодической борьбе наших земляков в Великой Отечественной войне. Завтра свой профессиональный праздник отметят медицинские работники. И сегодня рубрика «В гостях у Росгвардии» будет посвящена этой теме. Войска Росгвардии сформированы на основании президентского указа в 2016 году из части подразделений МВД. В ходе реформы новая военизированная структура сохранила привилегии, прилагающиеся сотрудникам полиции. Среди которых важное место занимает льготное медицинское обеспечение. Тему продолжит Александра Коваленко. Доброе утро, Карачаева-Черкесия! Этим летним утром в рамках нашей постоянной рубрики «В гостях у Росгвардии» мы посетим службу медицинского обеспечения Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике. Поскольку в основе войск лежат структуры МВД, то и перечень медицинских услуг и льгот, установленных для росгвардийцев, во многом аналогичен тем, что полагаются для прочих сотрудников силовых ведомств и военизированных формирований, рассказывает нам временно исполняющий обязанности начальника медицинской службы управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике Рашид Кичеруков. В ее задачи входит наблюдение за состоянием здоровья личного состава, повышение состояния здоровья личного состава, в свое время на оказание медицинской помощи, составление контрактов с организациями Министерства здравоохранения для оказания квалифицированной медицинской помощи сотрудникам и военнослужащим в поиск национальной гвардии. Бесплатная медпомощь включает в себя экстренную, первичную, узкоспециализированную и высокотехнологичную. Ежегодно здесь проводятся профилактические медосмотры, диспансеризация. У нас каждый год проходит диспансеризация личного состава. Это углубленный медицинский осмотр личного состава. По результатам углубленного медицинского осмотра решаем. То есть там ставится категория здоровья, там первая, вторая. И если у него есть какие-то серьезные решения, или направляем на лечение, или на военно-врачебную комиссию для определения его годности к военной службе. Перечень предоставляемых медицинских услуг здесь очень большой. Подробно Рашид Кичеруков остановился на льготных путевках для лечения в санаториях и домах отдыха. Имеют право все военнослужащие и сотрудники военнослужащих национальной гвардии и члены их семьи. То есть это жена, дети. Исключением может составить родители, которые находятся на иждивении. И если через суд доказано, что они находятся на иждивении у сотрудника или военнослужащего, то они тоже могут в принципе лечиться в санаториях войск национальной гвардии. Новая коронавирусная инфекция внесла большие изменения в трудовые будни и этого ведомства. Масочный режим, ежедневная термометрия здесь сохранены и по сегодняшний день. Активно ведется и вакцинация сотрудников Росгвардии, которая началась в феврале этого года. Мы закреплены за городской поликлиникой. Личный состав может в принципе каждый день с часу до четырех обращаться в городскую поликлинику. Но они также могут обращаться в поликлиники по своим районам, которые закреплены. Там Малокорачаевский район, Прикубанский район. Они могут обращаться в свои поликлиники, там тоже им проводят вакцинацию. В обязанности представителей группы медицинского обеспечения также входит и проверка санитарного состояния столовой. Мы проверяем дежурный состав, который заступает в наряд. То есть их температуру тела, давление, самочувствие, кожные покровы, целостность кожных покровов. Проверяем качество приготовления пищи и санитарное состояние столовой. То есть качество обработки посуды, место приготовления, качество хранения продуктов. Это все, о чем мы успели вам рассказать в рамках этой рубрики. Благодарю за внимание. С вами была Александра Коваленко. Июнь все же вступил в свои права. И в ближайшие дни синоптики обещают по летнему жаркую погоду. Редактор субтитров А.Семкин Если хочешь зарплату больше, чем у министра, то надо получить диплом очень полезного для жизни учебного заведения. В Карачаево-Черкесии высокий уровень оплаты труда предлагают выпускникам колледжа индустрии питания, туризма и сервиса. Репортаж Руслана Каркмазова. Сегодня у этих юных девушек и парней начинается взрослая жизнь. Они выучились, сдают экзамены и далее на работу. И зарплаты им предлагают высокие. И на такую работу Блад не нужен. Объявления просто висят на стене. Семен, вот объявление. Нужны пекаре 43 тысячи рублей, кондитеры 38. Скажите, пожалуйста, это реально объявление? Это все реально. Такие суммы получают. И вот вы сегодня выпускник. Скажите, пожалуйста, после колледжа вы рассчитываете на такую зарплату? Да, конечно. В принципе, карьерный рост можно даже и больше получать при желании. Это зарплаты обычного рабочего в цехах или помощник кондитеров или что-то еще. Это обычные работы. Охота за выпускниками – это не только заманчивое объявление. Работодатели сами приходят к ребятам. Вот сегодня в колледж приехала и лидер индустрии общественного питания Карачаева-Черкесии, генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Пицца-Хат» Фатима Исламова. Очень востребованы. Во-первых, они готовят очень высокопрофессиональные кадры. Во-вторых, дети адаптированы к работе, к жизни. И с ними легко на производстве. Если кто-то из выпускников мечтает стать не просто волшебником вкусной еды, а владельцем бизнеса, как Фатима Исламова, то в этом колледже научили, как добиваться цели. А скажите, пожалуйста, насколько это реально простому выпускнику, потому что здесь учатся не дети олигархов, а открыть какое-нибудь свое маленькое заведение и зарабатывать на этом деньги? Ну, я думаю, если есть цель, то это возможно, потому что можно начать с чего-то низшего и добиться цели. А чего именно низшего? Можно на дому делать торты или какие-нибудь кондитерские изделия. И это начало большого бизнес-пути будет? Да. В Крачево-Черкесии уже пришло осознание, что рабочая профессия позволит достойно жить. И осознали это и родители, и дети. Родители видят, что наши выпускники фактически трудоустраиваются даже по некоторым специальностям, по технологии общественного питания, по повара-кондитерам, они вообще на расхват. Почему? Потому что и конкурс на прием по этим специальностям у нас немалый. Как в МГИМО? Нет. Нет. Но у нас есть отбор. Сейчас в этом колледже на каждые два места претендует три абитуриента. Поэтому колледж не умаляет молодежь учиться, а отбирать самых лучших, которых не надо умалять достойно жить. Руслан Куркмазов, Рашид Токов, Вести Карачава, Черкесия. Премьера новой цирковой программы в Кисловодске на арене «Пингви-шоу Ласта-Рика». Подробнее расскажет Светлана Шаганова. Цирк моего детства. Мы часто слышим эту фразу. Особенно нам дорог Кисловодский. Почти за полвека он собирал и собирает немало зрителей. И это визитная карточка курортного города. Парад-алле. По красной дорожке идут артисты с флагами разных стран. Яркие представители цирковых жанров. Своё профессиональное мастерство они демонстрировали на всемирных фестивалях. Премьера началась с аншлага. Жители и гости Кисловодска спешили на яркое представление лета. Сегодня на арене будет жарко. Пингви-шоу Ласта-Рика – это многожанровая программа с участием легендарной цирковой династии Майхровских. Это не просто шоу, это спектакль. И зрители путешествуют по разным странам. Артисты представляют редкие и сложные номера. Но как заставить попугая прокатиться на самокате? Пеликаны, морские львы, озорные попугаи. Кенгуру-боксёр вступает в поединок с соперником. Одним словом, зрелищность и экзотика. А вот и эксклюзив. Пингвины, Люба и Цаца. Экзотические артисты удивляют зрителя своим мастерством. Питаются исключительно балтийской килькой. Она должна быть идеальной. Просто одна к одной вообще. А где вы берёте балтийскую кильку? А это секрет. Нет, у нас работают специальные люди. Целый отдел цирка. Поставок работает на нашу Цацу с Любой. Яркие репризы дарит легенда цирка представитель плеяды клоунов Советского Союза Евгений Майхровский. Он же клоун Май. В нём сразу чувствуется советская клоунская школа. Сколько лет вы уже в цирке? Столько не живут. Ну, я очень давно. С трёх лет. А вот и королевские пудели. Очень игривые, забавные. С лёгкостью выполняют задания своего хозяина. На этом разнообразие не заканчивается. В цирковом спектакле одна сцена сменяет другую, как и антураж. Здесь и образец испанского рыцаря. Необычайно красивый номер «Лавстори». А от этого аттракциона просто дух захватывает. Народный артист России Владимир Давейко представил номер «Миллениум». Здесь нет права на ошибку. Всё просчитано до миллиметра. Взрыв эмоций. Словом, вихрем врываются на манеж лихие ахалтикинские лошади с бесстрашными скакунами. Под руководством представителя старинной цирковой династии Бяшима Амнаева. Дрессировщик работает только с ахалтикинцами, так как они грациозные и выносливые. Гордость в Туркмении. Конечно, это не просто даётся, а легко. Это очень долго готовить надо. Лошадей, людей. У меня здесь профессионалов вообще нет. Я прямо с улицы беру, по походу определяю и готовлю. Яркий финал, несмолкающие аплодисменты и слова признательности директора Кисловодского цирка Ирины Веселкова-Лен. За праздник подарены зрителям. Давай всем вместе поблагодарим артистам за высокое благословение и за радость, которую они дают людям. Летние каникулы в самом разгаре. И у всех есть прекрасная возможность увидеть пингвишоу Ласта Рика наяву в Кисловодском цирке до 11 июля. Светлана Шаганова, Ислам Урумов, Вести, Крачаево-Черкесия, Кисловодск. Московский классический театр балета при участии артистов Большого театра представляют сегодня в Черкесске балет Петра Ильича Чайковского «Спящая красавица» на сцене Дворца культуры Республиканской столицы здания ЗАГСа. Начало в 19.00. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Вестей подошел к концу. Вестей подошел к концу. Радио Россия Радио Россия Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны. Радио России. Настраивайте Радио России Радио России